Девушки отдыхают Меня зовут Антон Красиков и мне 13 лет. Я учусь в Нижегородском кадетском корпусе имени генерала армии Маргелова. Живу я в Нижегородской области в Ковернинском районе, деревне Сухоноска. Мой прадедушка Красиков Александр Трифонович прошел Великую Отечественную войну и принимал участие в Советской и Японской войне 1945 году. Был ранен руку и награжден Орденом Отечественной войны и наградой за отвагу. Также жизнь прадедушки неразумно связана с его женой Красиковой Верой Павловной. История их знакомства всем известна в нашей семье. На войне мой прадед воевал, отвоевал и домой вернулся. Он нам рассказывал историю о том, как ранен был он в руку. Он в руку ранен был, тарана зажила. Спасибо медсестре, которая лечила не только йодом и ментом, но и своим людским теплом. Мой прадед на войне свою любовь нашел. Там и сестра из медсамбата стала его женой, оставив отчий дом, уехався до сотни километров. И прадед был и братом, и сестрой, отцом и матерью он был и прабабушка моя всю жизнь здесь пожила. В том доме, где растет береза у забора. В том доме я бывал не раз, не два, а много раз. Там хорошо всегда меня встречали. Про войну прадедушка не очень любил рассказывать при жизни. Он хранил это все в своем сердце. Но от прадедушки нам осталось удостоверение инвалида, из которого мы узнали, какой был трудный боевой путь моего прадедушки. Также от прадедушки нам достались наручные часы. Часы ему подарили в честь 60-летия победы Великой Отечественной войны. Эта реликвия у нас хранится на отдельной полке на видном месте. Я прамнуком зовусь того солдата, в томе сестры земецамбата, Седоволосый старец с седой бородой, держа в руках своих меня. И помните, добрые глаза смотрели на меня с большой любовью. Тем временем прабабушка пекла на пироги, чтобы накормить свою большую роту. Тепло, уют, веселый детский смех, судьбы и награда всегда сопровождала жизнь солдата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова